Добрый вечер, друзья! С вами снова я, Захарыч Блаженный. Вот, и знаете, много всего сейчас происходит в мире интересного и пугающего. К примеру, конфликт между Арменией и Азербайджаном, который снова набирает силу и эскалацию. Уже есть погибшие, уже обстрелы были, ответные обстрелы, и на самом деле ситуация там идет к войне, а это, мягко говоря, не очень хорошо. Впрочем, хочу вам сказать, что всяческие катаклизмы в России, такие как смена режима, смена власти, они всегда сопровождаются такими ужасными событиями. Само ли это по себе происходит, друзья? Да нет, я не могу сказать, что это происходит само по себе. Знаете почему? Потому что некая сила заинтересована вот в таком, в тотальном раздрае, в уничтожении и так далее. Помните 90-е годы? Кто-то из нас помнит. Это я, кстати, говорю вам из подмосковных Люберец. Так вот, одно из самых бандитских мест России в 90-х было. И откуда возник бандитизм? Сам по себе? На пустом месте? Нет. Это все был их план, друзья. План обескровить и обуздать. Вот они это, собственно, с нами в 90-е сделали. Сейчас у них новый план по ликвидации всей страны, потому что постсоветское пространство остается с нами очень тесно взаимосвязано. Чтобы там, кто не говорил, выйдите на улицу и посмотрите, сколько у нас приезжих людей. Вот, ну ничего не поделаешь, такова жизнь сейчас. Вот. Но, вот посмотрите, это по всем фронтам происходит. Есть такой бизнесмен красноярский Анатолий Быков. Человек, в принципе, приличный, на самом деле, хотя его уже судили, и он был судим по каким-то обвинениям, на самом деле, полагаю, дутым за 90-е годы. И он в Страсбургском суде потом отыграл это решение, то есть суд подтвердил его невиновность и поручил взыскать с РФ какую-то даже денежную компенсацию в евро. Вот. И вот сейчас его за какие-то грехи 90-х опять посадили в тюрьму. Ну, а люди говорят, что это губернатор УС, все к рукам прибирает. Вот. Понимаете, вот сейчас идет настоящая ликвидация России и вот всего постсоветского пространства. Давайте вдумаемся, друзья. Дело в том, что Советский Союз, вот его вот разрушение, разъединение, оно совершенно нелегитимно. Понимаете? Потому что мы помним тот референдум, и огромное подавляющее большинство людей выскалось за сохранение единства Советского Союза. И поэтому вот эта торговая фирма РФ и все происходящее сейчас, оно совершенно нелегитимно. И все законы, которые пишет эта Госдума и прочее, они не имеют юридической силы. И до обнуления не имели, и после. И Конституция, которую у нас сменили, она так и не была принята до этого. Понимаете? Вот. Мы живем в стране беззакония, в стране, предназначенной на снос. Вот. И сейчас, на самом деле, вот и происходят такие вот неприятные вещи. Вот все, что угодно, на самом деле. Вот этот вот Анатолий Быков, он уже в СИЗО чалится с мая. Вот. Доказательств они никаких не собрали, но Быкова маринуют. Вот. Так же, как Фургала посадили по каким-то якобы покушениям на убийство в 90-е годы. А что же они Фургала посадили только когда он стал губернатором и не на первом году службы его? Вот. В общем, такие вот дела, дорогие друзья. И смотря на Белоруссию, что происходит там. Там жестокие задержания, аресты. Батька Лукашенко власть просто так отдавать не будет. Потому что первое, что сделали эти упыри, когда они пришли к власти, это укрепили полицейский карательный аппарат. Что ж, дорогие друзья. В общем, вот такие вот дела. И они... Ну, понимаете, в чем дело? Если при товарище Сталине репрессии были возможны, потому что это все подпитывалось мощным идеологическим содержимым, коммунизм, там, вперед в будущее, то сейчас никакой идеологической подпитки нет. Именно поэтому я убежден, друзья, что вот сценарий сталинских репрессий у нас сегодня просто невозможен. Они убивают из-под тяжка, из-за угла. Или вот мучают, как вот Фургала, как вот Быкова, как других, множество других людей. А власть пошла по беспределу. Вот. Ну, это, прежде всего, конечно, признак начала конца. Но вот печально только что конец этот, друзья, полагаю, будет мучительным и непростым. Вот. Но вот еще повторюсь, это прямо у меня предчувствие такое. Они у меня частенько сбываются. Август. В августе произойдет все самое интересное. Вот. И крах этого режима неизбежен. И будет он достаточно скоро, друзья. Главное, чтобы на смену этому режиму пришли не упыри, похуже этих, а пришли люди человечные, гуманные и любящие Родину. Что ж, доброго вам всем вечера, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. По мере вашего желания и возможности поддержите мой труд. Данные вы найдете в описании. А в поддержке вашей я нуждаюсь, потому что, если бы не она, и канал бы я свой уже не вел, а, наверное, где-нибудь это, лег бы на рельсы. Ладно. Вот. Одиночество душит. Прямо за горло взял и удушает. И вот эти головокружения постоянные, не прекращающиеся. Возможно, мой конец будет раньше конца режима, а я все же хотел бы увидеть и поучаствовать в похоронах этого блюдошного, чудовищного режима. Доброго вечера, друзья. Помогай нам Бог. Субтитры сделал DimaTorzok